Девушки отдыхают В этом конфликте будут замешаны абсолютно все, начиная от правителей, заканчивая простыми гражданами. Вместе с этим противостоянием возвращаются старые персонажи после долгого отсутствия, которых мы так любим. К нам вернется Джайна с очень красивой обновленной моделью. Сильвана с такими же изменениями, только уже в роли полноценного вождярдой. Также вернется и Тралл после долгого восстановления и искупления перед духами стихий. А с ним и... Волджин. Да-да, на Блесконе нам презентовали всех этих героев. И каково было удивление всех зрителей, когда в руках Тралла неожиданно возникла урна с прахом Волджина. Сегодня мы расскажем вам о возвращении легенд, с чем это связано и какую роль они сыграют в предыдущем дополнении. Начнем с самого интересного. С Тралла. Шаман и бывший вождь Орды ушел в длительную отставку после потери молота Рока во плоти шаманов. Тогда стихии отвергли его, и он больше ничем не мог помочь своему народу. Ему пришлось исповедать свой путь. Он передал свою реликвию, могучий молот Рока, новому лидеру служителей земли. Теперь Тралл вынужден вернуться. Разгорается новый конфликт, в котором он примет активное участие. Орк смог достичь прощения стихий и снова стать шаманом. Его возвращение знаменует собой начало похода к великому государству троллей – к Зандалару. Нам сказали, что каждый класс в самом конце легиона будет вынужден избавиться от артефактного оружия по-своему. Видимо, шаманы вернут молот Рока законному владельцу. Как я уже говорил, в руках Трала внезапно возникла урна с прахом Волджина, что говорит о его возвращении. Но не пугайтесь. Никто воскрешать тролля не собирается. Тут все намного сложнее. На новом континенте Орда вступит в союз с древними троллями-зандаларами и поможет им в битве против кровавых культистов, проводящих разные страшные обряды и, судя по всему, служащих древним богам. Есть любопытное место на этой земле – огромный храм с душами сотен троллей, что бесцельно скитаются на фоне жуткой кровавой луны. Что это за луна, нам только предстоит понять. А суть в том, что в этом месте мы сможем провести некий ритуал и поговорить с душой покойного Волджина, что поведает нам некоторые тайны столь странных явлений на материке. Поэтому Траллы берет урну с собой. Это все, что известно. Кто знает, может быть, сценаристы обрисуют это все более красочно. Что же касается Джайны, она поддерживает конфликт против Орды и всячески способствует его нарастанию. У нее множество своих причин – гибель Брата, Терамора, Вариана и сотен других союзников. Она станет проводником Альянса на родные острова Кул Тираса, где мы заключим союз с морским государством, поможем его жителям одолеть странных ведьм и их созданий из дерева, костей и духа, а также разберемся со свинобразами. Путешествие будет интересным, вот только непонятно, как Джайна смогла добиться прощения на своей родине. Она ведь причастна к гибели всей экспедиции Кул Тираса и собственного отца в Калимдоре. Посмотрим. Ну и, наконец, Сильвана. Королева Банши и новый вождь Орды появилась всего лишь пару раз в Штормхейме. Тогда Орда потерпела поражение, а Сильвана не смогла воплотить свои планы в жизнь из-за Седогрива. С новой затаенной злобой и обидой она атаковала и сожгла Тельдрасил. Теперь, если я был прав и Ордерон вернется к Альянсу, то отрекшимся останется бежать только на темные берега и сделать их своим новым домом. Новое дополнение мне уже нравится, так и не терпится в него поиграть. А самое главное, я рад, что старые добрые герои детства наконец возвращаются. Видимо, мы сможем лицезреть битву между Тралом и Джайной, старыми союзниками и теперь новыми врагами. А на сегодня все. Надеемся на ваши лайки и комментарии. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok